Ребят, всем привет! В общем, включение такое необычное. Сейчас случилась небольшая беда. В течение суток из нашей тусовки у чувака угнали и ГТР. Белый ГТР. Я постил уже себе в историю. Сейчас, короче, мы собрались небольшой толпой, ну как толпой, нескольких человек, кто смог. И, в общем, сейчас поедем искать его. Это, конечно, звучит, наверное, очень странно, потому что уже прошло, почти прошли сутки. Но по камерам посмотрели. Машина стояла, в общем-то, просто на улице. Сначала думали, увезли на эвакуаторе, но машина стояла в нормальном месте. В итоге оказалось, что потом уже увидели стекла разбитые. В общем, как я понял, ее дернули, просто разбили стекло и уехали на ней. Это произошло вот ночью. Сейчас мы с Ешкой, там Леха сидит. Сейчас едем, собственно, в сторону юга. Сейчас на Дунайском сбор. Кто может, будем искать. Собственно, я так понимаю, итога два у этого видео. Либо каким-то чудесным образом все, может быть, мы найдем сегодня от ГТР, потому что мы узнали, в принципе, основные отстойники. Мы узнали, что машина сейчас находится в Питере. Она не выезжала, судя по камерам. Ее видели сегодня с утра. Она светилась по камерам, короче. Ее видели на Московском шоссе. Она ехала в сторону Красного Села. И как раз в Красном Селе есть отстойник один, куда обычно, правда, BMW все отгоняют. Там уже несколько BMW ребят-то находили таким образом. Непонятно вообще, как это произошло. В общем, ему надо помочь. Попробуем. То есть, короче, ну не знаю, два исхода. Либо мы найдем сегодня реально случайным образом машину. И мотивация будет для всех людей, у которых, не дай бог, угнали машину. Либо, собственно, у нас вариант такой, друзья. Будем просить у вас помощи, как бы это странно не звучало, потому что все-таки аудитория есть какая-то. Ребят, машина может быть даже в другой стране. Грубо говоря, могут ее в Казахстан угнать. Могут, я не знаю, куда-то еще. Поэтому, ребят, если мы сегодня вдруг не найдем, пожалуйста, просто, грубо говоря, да, каждый может посмотреть у себя во дворе. Белый ГТР, 064, 64 регион. Сейчас ставлю фотографии. Машина, собственно, я не знаю, как и каким образом кому нужна. В общем, сегодня попробуем снять. Будем реально искать. До поздней ночи. И сейчас соберемся, разделимся по точкам, по основным. И надеемся, что, блин, ну это будет вообще чудо, конечно. ГТР, причем, довольно приметный, да. Во-первых, белый, ну как бы есть они, естественно, белые. Он был на то и на катках, не на стоковых. То есть, вот сейчас по фотографиям, все, которые есть, которые присылал владелец, я вам покажу. Это самое, Назару сообщил адрес другой. Да, нет. Так ты, он сказал, подожди, так ты же ему дал адрес. Ну я ему дал не тот, там рядом надо, 27 корпус 1 ему дать адрес. Там собираемся, да? Да, 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 да. Ну давай, сейчас я ему наберу, чтобы он туда ехал. Покататься, наверное. Назар, слушай, 27 корпус 1, ты там или там, я просто не знаю, какой тебе левух адрес дал? 23. 23, 27 корпус 1. Так. Давай мы едем. Да, ну слушайте, не знаю, давайте, в общем, сейчас будем держать вас в курсе. Поэтому, ребят, ну опять же, да, ну вы увидите конец видео. Если что, очень будем благодарны, ну владелец в первую очередь, если... Потому что вероятность большая, таким образом, да, за помощью большой аудитории мы сможем реально... Каждый посмотрит просто в окно. И мало ли, ну это как бы, на самом деле мир тесен. Поэтому, даже если вы с другой стороны, страны, страны, если вы с другой стороны, то тоже есть шанс. Ладно, все, мы едем, короче. Так, короче, мы собрались. Сзади ГЛАЗ 45-й, мы на Ауди, Вольво, СРТ и Ешка. Ну то есть, получается, подожди, а там еще БМВ, да? Еще БМВ, да, вон едет. Где? За ним. Ага, то есть раз, два, три, четыре, пять, шесть машин. Короче, мы сейчас едем в Сосновую Поляну, потому что по камерам последняя, где ее видели, это там. То есть, я так понимаю, что там проверили жестко эту всю информацию, что именно, короче, там ее видели. Значит, она где-то в том округе должна быть, по идее. Мы сейчас доедем, в принципе, там Леха все пробил, он говорит, там небольшое место в плане того, что где, вообще что. Короче, главное, я предложил вообще разделиться сразу изначально, то есть шесть машин в одно место. Я думаю, что мы сейчас доедем примерно до того места и, в общем, уже разделимся. Тут ехать, в принципе, недалеко. Блин, ну, конечно, я не знаю, я в таких ситуациях вообще, как бы, у меня тоже корешей канал приняли машину, тоже пытались искать. Один раз, я помню, мы искали, блин, цешку, куда мы ее не нашли, но там поиски были такие, скажем, на уровне, я даже не знаю, что, хотя бы шесть машин, более-менее людей собралось. В принципе, шансы есть. Плюс ко всему, здесь по камерам посмотрели, реально, вот последняя, где она светилась, вот от этого мы выбираемся. Так, вырываемся на кольцо, едем до съезда, собственно, до Московского направления, вот она пропала куда-то, ну, то есть недалеко от Питера, то есть, естественно, в пределах, ну, не то, что в пределах Питера, в Ленобласти она, получается, потерялась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Че ты думаешь, найдем вообще? Думаю, нет. Не, ну, понятно, что теория эта невероятная. Короче, мы решили разделиться, приехали в эту Сосновую поляну, тут станция, короче, вот где-то в этих краях ее видели, сейчас мы по всей Сосновой поляне пошумим, сейчас план такой, короче, не знаю, почему всем это в голову пришло, что, типа, если мы пошумим, может быть, как-то что-то разъяснится, и они захотят ее перегнать, если она действительно здесь стоит, в плане не того, что мы сейчас поймаем горячий следов, то, что потом она засветится где-то еще и будет понятнее. Так, короче, они поехали туда, мы туда прямо, ну, здесь очень-очень маленький этот, мы обсудили сейчас, на самом деле, ГТР, ну, в плане его взломать, там очень легко, как любого Японца, типа, там, Камри, грузака. Да, короче, сейчас будем кататься в дворах в том числе, и, я думаю, шесть машин на этот городок, в принципе, хватит. Так что катаемся, ищем. Непонятно, она, короче, сделала круг вокруг Пушкина, ну, по карте, если там, посмотрите, она доехала в Пушкин, вернулась куда-то сюда, и здесь она пропала, то есть она поехала по Московскому шоссе, в сторону выезда, вот она вернулась, короче, непонятная тема. Так, едем по дворам, сначала думал, что тут вообще какой-то опасный райончик, что-то, колеса, что-ли, прямо сейчас хотели спирить, но нет, короче, походу, что-то ремонтировали. Тут много очень дворов, очень много всяких отстойников, в плане даже не отстойники, а такие и стоянки, и гаражи, поэтому здесь, конечно, ну, посмотрим, я думаю, что в шестером мы сейчас даже покатаемся, мы 15-ми здесь весь город объедем. Еще сейчас вариант появился спрашивать людей, в том числе, в первую очередь, точнее, таксистов, потому что, я думаю, они как раз и город знают, и в том плане, что объезжают много мест всяких, может быть, видели. Машина-то все-таки это, приметная. Доброй ночи, подскажите, а вы по Сосновой поляне работаете или вообще в Питере? Вообще. А, просто у нас вот машинку угнали, говорят, где-то здесь светилась, спортивная белая такая, Nissan, может быть, видели где-то, ищем, вот сейчас мы разделились. А, ну, то есть вы здесь не были, да, в принципе, особо? Ладно, спасибо. Короче, вон, ребята на СРТ спрашивают у местных как раз так, что у нас зародовать просит. А ты где прошерстил? В отворах. В этих? А дальше не ездил еще? А, а у людей спрашивал? Никого в отворах не было, вон сейчас спрашивают. Ну да, мы тоже у таксиста. Надо у людей еще спрашивать, мы тогда туда поедем. Вот кто-то идет, да, сейчас стоим. Мужики, слушайте, вопрос такой, тут спиздили Nissan спортивный белый, вы местные вообще? Да. Не видели ничего такого? Говорят, здесь затерялся. А где же спиздили? Спиздили вообще на Дунайском. Мне сегодня знакомый писал, у него тоже там тачку спиздили. В районе тоже там, да? Да, 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 вот рядом с метро. Ну, короче, смотри, по камерам смотрели, вот этот Nissan, он, короче, кружился, поехал на выезд по Московскому шоссе, доехал где-то там на съезд на Пушкин, по камерам, вот видели, с утра сегодня, и потом куда-то сюда зарулил и пропал. Про Ford то же самое сказали сюда. То же самое? Да, тоже где-то тут. И какой-то Ford Focus 3. Focus 3. Черный. А какие-то отстойники вот тут, где отстаиваются, тачки, ничего не знаете, да? У нас гаражи вон там в конце. Вот мы там туда, да, тоже. Гаражный комплекс, короче. Там можно тачки отстаивать. Либо вообще там за колокольчиком никто не нашел вообще. Как бы тут во дворах вряд ли. Если отстаивать, то ближе к гаражам. Ну, я понял. Ну, мы вот шестером приехали, сейчас шерстим тут, смотрим, что как. Вот у меня знакомые тоже тут катаются. Я говорю, в конце там гаражи, вот там можно спросить. Ну, на территорию-то вряд ли он бы, наверное, да, заехал бы. Да, можно, наверное, гаражный. У него гаражный. Все, спасибо. Я понял, спасибо. Так, удачно сейчас спросили, смотрите, та же самая ситуация. Тоже с юга города спиздили фокус. Конечно, разные машины фокус, понятно, там пиздят, да, часто. То же самое видели по камерам. Вы сейчас слышали, мы как бы не снимали людей, понятно, что будет. Я то не пойму. Вот, хорошо, что я спросил, значит, смотрите, где-то сюда, только почему ГТР-то, блядь, я не понимаю. Вот, серьезно, это вообще непонятно мне. Я вообще-то думал, когда я узнал, я думаю, ну, покатаются, по-любому сплывет. А, видите, если вот такое совпадение, значит, нихуя работала одна команда, банда, так скажем. Алло, Лёх, ты у людей спрашиваешь вообще? Ну, которые здесь люди проезжают, я заехал за жилетку, спрашиваю. Слушай, есть новость, короче. Сейчас спросил у ребят, точно-то оттуда же, с Дунайского примерно, с юга. Сегодня у ребят, там, у знакомых спиздили фокус. И точно так же он поехал на выезд к Пушкину и здесь пропал по камерам. Блядь, вот я говорю, он где-то здесь, нахуй, надо искать. Они говорят, короче, нужно... О чем они спросили, надо спросить, блядь, они говорят, что, скорее всего, у кого-то здесь гараж. И сюда в гаражи просто пригоняют. Надо, может, у сторожа, хотя, блядь, ему, наверное, бабки-то дали, чтобы он ничего не говорил. Конечно, он тебе хоть что скажет, он, наоборот, сольет нахуй, что здесь приезжали и искали нахуй. Я, кстати, таких дебрят, блядь, сейчас бывал нахуй. Это пиздец, блядь. Ты, наверное, там по лесам, да, катаешь? Ну, блядь, по лесам, в гараже объезжаю. Вот сейчас залезал на гаражи, нахуй, у меня нету, блядь. Сейчас БМВ скажу. Сейчас видел ребят, спросил у них. Точно такая же ситуация в районе Дунайского спиздили фокус, третий. Точно так же его видели по камерам и точно в тех же местах, и здесь он пропал. Короче, надо по гаражам как-то искать, я не знаю. Я вот выехал с железки, блядь, в таких дебрятах бывал, я охуел, я думаю, я застряну, блядь. А вы куда налево не поворачивали? Я поворачивал, там вообще все, нахуй. А где края все, нахуй, 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 нахуй. А где это, блядь, шашка эти, нахуй. Пионер строя улица. Мы тут что-то все встретились. Мы уже 300 раз вот там городки бучим пересеклись, потому что здесь вообще вон она, блядь, по карте, если смотреть, вот это все сосновая поляна. Лех, о каких ебенях ты ездишь? А, короче, заправка, лукойл, но вы там не проедете за своих пиралей пиздаток, блядь. Это я, блядь, больной человек, нахуй, заезжаю туда, куда не надо, блядь. Ладно, подожди, я тебе скажу, где я стою. Я стою с народного ополчения, блядь, где лукойл, а, Лигова, блядь. Вот здесь пиздаты есть гаражи, блядь. Ну я там все прошуршал и подходил к охраннику, блядь. Я ему объяснил ситуацию, так и так, он говорит, блядь, сейчас по журналу посмотрим. Он говорит, по журналу такая машина не проезжала, блядь. Так он тебе не скажет, блядь, ничего. Я понял. Блядь, где-то она здесь, нахуй, где вот, надо поискать и поехать в красное тело, блядь. Там же здесь, потом камеры здесь теряются, почему никто не знает, блядь. Я даже заехал туда, блядь, стоянки, фуры, за фурами покатался, блядь. Мне выходит, мужик, что ты здесь кружишься. Я говорю, машину, блядь, меня только что спили. Ты, говорят, туда поехала, блядь. Он говорит, не было здесь ее, блядь. Едем сейчас на промзону какую-то здесь нашли. Вот где мы сейчас были. Может быть, попробовать туда попасть, потому что, не знаю, Леха там куролесит по дерьму всякому, Назар, Нагила, СРТ смотрит город. Ну, мы тоже сейчас ездили, смотрели, вот спрашивали. Сейчас мы с БМВ пересеклись и вот набрали нам что-то нашли. Ну, точнее, как, мы там были, просто есть вариант туда попасть. Реально, ну, как бы, вот тут очень много гаражных корпоративов. Так, надо у заправщика спросить. Доброй ночи. А не подскажете, в общем, ситуация такая, на юге города, в Питере, машину угнали, спортивный Ниссан белый. И вот по камерам он где-то здесь числится, вот, в Сосновой поляне. Может быть, видели? Нет, сегодня не было. Точно, да? Вы сегодня сутки, да? Нет, я не сутки, я заступил в 8 часов вечера. Ага. Вот он с утра пропал. Вот, последний раз его где-то здесь вот видели. Мы просто думаем, что, может быть, вот какой-то гаражный корпоратив его туда загнали. Там есть, да. Ну, вот мы видели, да. Просто, может быть, как бы... Ну, в общем, ничего такого, да? Нет, ну, у них камеры есть, я не знаю. Ну, они дадут посмотреть-то. Может, там свои люди вообще сидят. Ну, ладно, спасибо. 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 Возвращаемся домой. Некоторые ребята там остались. Поехали еще в Красное село. В принципе, что недалеко. Мы уже все рванули домой. В общем, друзья, но попытка была не пытка. Я считаю так. Бывали случаи, что машину так находили. Конкретно вот, например, был ГТР, который также был найден в поле, действительно. Поэтому, собственно, все возможно. Но, блин, скорее всего, конечно, тачка стоит где-то в гараже. Подстойники каком-то в боксе закрытом условно в гаражах. В корпоративе каком-то загоняли ее. Загнали уже и все. И что-то мы ее разобрали. Неизвестно, что с ней случилось. Поэтому мы в любом случае посмотрели, да, где реально порвалась по камерам связь с машиной. И, собственно, будут какие-то новости. Я в своем инстаграме думаю започу, чтобы, опять же, да. Друзья, от вас тогда просьба, да, как бы, если кому не сложно, не нужно искать там, да, что-то там устраивать, какие-то походы куда-то и смотреть. Естественно, машина может быть вообще где угодно. Так как я знаю, что мои подписчики, зрители вообще, ну, как бы, не только из России даже. Поэтому, ребят, если вам не сложно, белый ГТР, еще раз вот его фотографии здесь сейчас будут. Если вы не видели такой машины раньше у себя в городе, увидите. Она, возможно, будет на других номерах, опять же, да, на других колесах, грубо говоря. Могли ее изменить. Вот. Пожалуйста, дайте знать. У меня есть группа ВКонтакте. Предложку скидывайте, что вы видели, как. Очень будем вам благодарны. Прежде всего, конечно, будет благодарен владелец. Вот. Поэтому, если какая-то информация, то, ну, и по возможности как-то распространите. Возможно, это видео, может быть, ну, все возможно, да. Потому что, понятное дело, там посмотрят сто тысяч, двести тысяч человек. Я не знаю сколько, но среди этих двухсот тысяч, может быть, окажется тот, который реально идет в машину. Только, друзья, присылайте желательно там фотографию, как-то сделайте, если найдете. Потому что... Объясню почему. Ну, к сожалению, вот я запостил в историю, что пропал ГТР. Мне в директ очень много сообщений по типу, я знаю где эта машина, напиши мне. То есть это, ну, я так понимаю, сделано просто для того, чтобы я ответил. Друзья, еще раз повторюсь, я буду напрямую связывать, допустим, да, те, кто там скидывает что-то, напишет какую-то информацию, буду скидывать владельцу, и владелец будет связываться. Поэтому, друзья, я надеюсь, ну, в такой ситуации, серьезно, шутки неуместные, я считаю, и такие приколы тоже. Поэтому, ребят, заранее всем спасибо, буду вас держать в курсе, опять же, да, и как только, если там найдется или прояснится что-то, я вас в своем инстаграме започу. Собственно, вот, заранее всем спасибо, все, ребят, до новых встреч, всем удачи, всем пока.